Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад вновь приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. В эфире информационный блог от Славянской Церкви здесь, в городе Сакраменто. Начну, как всегда, с предстоящей субботы. В эту субботу буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой использовал меня как инструмент в руках своих. Касаемся же мы вопроса Пятидесятницы, так как сейчас мы находимся в канун еврейского праздника Шавуот. Что же такое Пятидесятница? Какую роль она играла в прошлое время? Какое ее символическое значение? Какую роль она играет сегодня? И чего нам ждать от Пятидесятницы в будущем? Ведь говорят, что должно еще наступить такое время, когда Дух Святой обильным образом будет изливаться на верующих людей. И это тоже связано с Пятидесятницей. Об этом все мы порассуждаем во свете Священного Писания в эту субботу, поэтому не пропустите наше служение. Также я приглашаю всех, кто исследует Священное Писание вместе со мной, готовиться к окрещению. Наше изучение библейских дотрин будет продолжаться в 9 часов утра тут в офисе нашей Церкви, поэтому приглашаю не пропустить эту встречу. Это все, что касается предстоящей субботы, а дальше чуть-чуть информации о событиях, которые ждут нас в ближайшем будущем. 11 июня, то есть уже через субботу, в 6 часов вечера у нас будет проходить молодежное служение прославления, или вечер прославления, или по-английски worship night. Мы приглашаем всю молодежь не пропустить это служение. У нас будет много гостей из Портонда, Сиэтла, и это будет такая возможность объединиться всем вместе для того, чтобы прославить нашего Небесного Отца. Супер дружеская атмосфера, наполненная вот таким духовным настроением. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту встречу. Приглашайте же, конечно, ваши друзей и знакомых, чтобы все вместе мы могли провести это время. Также вот, что хочу сказать еще по этому поводу, так как у нас будет много гостей, и, как я уже говорил, из Портонда, Сиэтла и других городов, мы нужны, или нам нужны люди, которые готовы принять этих гостей к себе на ночлег. То есть нужно их будет приютить на две ночи, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Мы будем очень благодарны, если вы откроете ваше сердце и двери вашего дома для того, чтобы принять ребят. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, позвоните или напишите Софии Резак, руководителю нашего молодежного отдела. Хочу также напомнить о летних кемпингах, потому что они стремительно приближаются, и они ждут нас уже в этом месяце. Хочу напомнить, что мужской кемпинг у нас будет с 16 по 19 июня. Кемпинг для клуба следопытов будет с 19 по 23 июня. И семейный кемпинг с 23 по 26 июня. Стоимость мужского и семейного кемпингов 80 долларов с человека, дети до 3 лет бесплатно. Пожалуйста, зарегистрируйтесь как можно раньше. Если вы хотите скидку, приехали сюда не так давно и готовы послужить у нас на кемпинге, пожалуйста, звоните мне. И мы организуем эту скидку, и вы сможете за полцены или даже бесплатно полностью быть вместе с нами на этих кемпингах. Поэтому, пожалуйста, звоните мне, я с удовольствием с вами об этом поговорю, и мы решим этот вопрос. Еще одно объявление связано с нашими лагерями. Я уже говорил об этом раньше, но хочу еще раз напомнить, что в связи с церковными кемпингами, следующий вечер Господня у нас в церкви будет 9 июля. Поэтому помните, 9 июля у нас тут будет особенное служение вечерей Господней. Небольшое объявление. Ищем жилье. Сразу две семьи ищут жилье. Одна семья из четырех человек, папа, мама и двое детей. Они сказали, что они даже готовы платить рент. То есть, если у вас есть возможность, если вы можете сдать комнату или дверь, или вы знаете, кто сдает жилье, пожалуйста, позвоните мне, очень нужна ваша помощь, ваше участие. И другая семья из двух человек, муж и жена, они не адвентисты, но это будет очень хорошая возможность для совершения миссионерской работы, прийти в этих людей к себе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность прийти к людей к себе на месяц или на два месяца, или же вы знаете, где сдается жилье, позвоните мне или напишите, я буду вам очень благодарен за вашу помощь. Информация, о которой я уже говорил раньше. Если у вас есть лишний автомобиль, у тех, кто слышит меня, вы можете его отложить на какой-то отрезок времени, даже на неделю или на две недели, это будет очень важно для нас, потому что у нас есть молодые ребята, которые очень активно задействованы в служении, но вы знаете, что тут в нашей местности без машины никак. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, позвоните мне, мы будем вам очень благодарны за вашу помощь в этом вопросе. Это все о наших вопросах информационных. Конечно же, хочу обратить ваше внимание и на наши молитвенные нужды. Друзья, мы продолжаем молиться за нашу сестру Лену Сусидко. Хочу сказать, что ей стало хуже. Ситуация очень непростая. Поэтому, пожалуйста, молитесь особенным образом. В понедельник должно начать процесс облучения. Но дай Бог, чтобы это помогло и чтобы она могла продержаться весь этот процесс. Очень непростая ситуация. И становится все сложнее и сложнее. Поэтому, пожалуйста, молитесь за нее особенным образом. Мы продолжаем молиться и за сестру Ольгу Козыренко. Там тоже непростая ситуация с этим раковым заболеванием. Борьба идет очень сложно. Поэтому, пожалуйста, молитесь за нее тоже. Я благодарю Бога за то, что Ирия Боковец становится лучше. И лечение приносит свои результаты. Тоже хочется, чтобы Бог заботился о ней особенным образом и дальше помогал в ее проблемах. Ну, конечно же, мы продолжаем молиться за Украину. За то, чтобы там восстановился мир. И молимся сейчас за съезд Генеральной конференции, которая состоится уже на следующей неделе. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог благословил эту очень важную встречу нашей Церкви на всемирном уровне. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Очень красивые слова. Это Псалом 102 с 1 по 5 стихи. И тут сказано. Пускай наша душа прославляет Господа. Наша жизнь, чувства, эмоции, разум. Потому что на самом деле Его рука видна везде в нашей своей жизни. Божьем благословения, дорогие друзья. До встречи уже в эту субботу. Тут у нас в Церкви или же онлайн. До свидания.